Другого красавика День Еднания Народу в Беларуси и России. 28 лет тому президенты двух держав подписали договор об створении супольности Беларуси и России. В соответствии с ним было решено створить политическую и экономическую интегрованную супольность с метой объединения материального и интеллектуального потенциала двух держав. А в этот день, в 1997 году, кероники держав подписали договор об Союзе Беларуси и России. С того часа от другого красавика для народа у двух краин – соправдная падея и огульное свято. Урочистые мероприемства, присвеченные важной дате, пройшли во всех районах Могилевской области. У Могилеве на святочном концерте у Палаца культуры в области выступили творчая коллективы с Беларуси и России. Мне очень приятно, что сегодня я нахожусь здесь, на гостеприимной, благодатной Могилевской земле, по поручению губернатора Астраханской области, бабушкина Игоря Юрьевича, чтобы искренне от всей души поздравить наших партнеров, друзей и всех жителей Могилевской области с этим замечательным праздником, днём единения наших народов и пожелать благополучия, добра, здоровья, всего самого наилучшего и Могилевской области, конечно же, процветания. Больше за 20 годов тому президенты Дьвух Краин подписали фундаментальные документы, яке эпохэт и день символизуют шматвяковое эмоцное сяброуство и духовное братерство беларусов и россиян. Я имел честь состоять в делегации Могилевской области, которая была в 1996 году на подписании первого договора, тогда оно называлось Содружество России и Белоруссии. Нас было 15 человек, все достойные люди. И на то время, и на тот момент мы уже понимали, что друг без друга нам практически существовать будет очень сложно, тем более развиваться. Союзная держава Белоруссии и России сегодня – это множество суместных программ у промысловости, будовництве, адукации и навод о освоении космосу. А халовная – это масштабное региональное супрацовництво. Союз России и Белоруссии – это наглядный пример того, как нужно дружить, как нужно друг другу помогать, как нужно друг другу защищать и как нужно друг другу подставлять плечо. И когда есть надежное плечо друга, то как в жизни человека, так и в жизни государства ничего не страшно. Значит, будет современность, будет история, будет будущее. Ганна Петрова-Куминская, Александр Тарасум. Новини региона.